МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, в очередной раз напоминаю вам, что вышел календарь вокруг света армянского, у которого уже есть свои почитатели, любители, из года в год его приобретают. Кстати говоря, информация там не повторяется, поэтому вы можете, кто еще до этого не приобретал, приобрести. Я напомню, это не просто календарь, как многие у меня спрашивают. Это прежде всего армянамический календарь. Вы можете собрать, значит, по годам все выпуски, но, к сожалению, сейчас только вышел на 23-й год. У кого-то, может, есть прежние выпуски, у кого-то нет, я не знаю. Но можете начать, в принципе, с этого номера. На каждый день информация. Например, скажем, июнь, ну, возьмем мой день рождения. Ладно, 1 июня 1952 год. Первый международный матч турецкого ВФА со Швейцарией. Игра закончилась со счетом 4-0. Все голы забил турецкий футболист, армянин Гарпис Истамбул. Итак, всякие интересные вещи, всякая разная информация, касающаяся армянского мира, значит, со всего мира, мира армяноведения, истории Армении, все в одном календаре по ню, что, когда, произошло, в каком году в армянском мире. Повторяюсь, информация не повторяется из года в год. Как его приобрести, этот календарь, вы можете посмотреть вот ссылочки, которые под этим видео, если вы смотрите на YouTube, то под этим экраном там написано, значит, донаты и написано, значит, как заказать календарь. Заходьте по этой ссылочке и там, значит, вся информация. Ну, если вы живете за пределами Российской Федерации, тогда пишите на электронный адрес мой, там адрес тоже имеется, и я вам скажу, как заказать этот календарь. Это то, чего касается календаря. Теперь перейдем непосредственно к теме сегодня нашей. Ну, наверняка вам часто приходилось слышать от нерадивых географических наших соседей из Азербайджана. Дескать, если Армения такая древняя, то почему о ней ничего нет в Библии? Ну, сам факт того, что вопрос открывают те, что Библию в руках не держали, да, уже смешно. Согласитесь. Да что нам Библию, Коран? Коран они в руках особо не держали по той простой причине, что они вообще не способны держать в руках книги, если в них нет картинок. И я бы сказал, тем не менее, я отвечу на этот вопрос и в очередной раз попытаюсь устроить им ликбез, чего я и делаю достаточно часто на протяжении уже 10 лет. Начну с того, что Армения в Библии упоминается, и я вам ее, естественно, покажу. Но если бы даже она не упоминалась в Библии, то я не вижу, в принципе, причин связывать древность какой-либо страны или народа с Библией. Или там, скажем, Трипитакой или Махабхаратой. Библия – это собрание, прежде всего, книг Торы, апостолов, других отцов, церквей, живших в разное время до нашей эры и, соответственно, первых десятков лет нашей эры, именуемой уже Евангелием. Это не есть книга истории человечества. Именно по этой причине в Библии нет таких древних стран, как Китай или Индия или Ван Ланг, называемый нынче Вьетнамом. Много кого там нет. Потому как в Ветхом и Новом Заветах описываются события, прежде всего, связанные с историей еврейского народа или, если угодно, с историей семитских народов. Это нормально, это абсолютно нормально. Теперь непосредственно перейдем к заявленной теме. И так известно, что Армения первая приняла христианство в качестве государственной религии, и об этом говорят, ну, все мировые исторические хроники. И это признают и в Ватикане, и в Константинополе, и в Киево-Печерской лавре. Также известно из Ветхого Завета Библии, что Ноев Ковчег причалил горе Арара. Это в книге «Бытия». Но что сказано о самой Армении? Вот в чем стоит этот вопрос. Встречается ли она в библейских книгах? Да, о ней говорится, потому как Армения, хоть и не населена была семитами, и особой большой роли в истории палестинского или, скажем, еврейского народа, да, израильского государства не играла, но она, тем не менее, есть. Как мы знаем, существует 3384 перевода Библии на современные языки. Армяне так и вовсе единственный в мире народ, называющий Библию не Библия, а Аснацасунч, богодохновение. Ну, можно также арабских христиан привести в пример, что называют Библию Китаб Аль-Мукадас, священная книга. Так вот, из этих 3500 переводов Библии существует около 50 основных, которые были написаны ранее и на котором основаны эти самые переводы. И самые распространенные две – это синодальный перевод, используемый в православной церкви, переведенный на русский язык из греческого относительно недавно, в 1819 году. Ну, это всего-то 200 лет назад, да. И второй перевод, используемый римскими католиками – вульгата, на старо-латинском языке. Эти два перевода самые популярные, поскольку были утверждены отцами данных церквей. Одним из главных отличий православной Библии от католической является количество книг, включенных в канон. На сегодняшний день в каноне православной Библии 50 книг Ветхого Завета, из них 11 неканонических, и 27 книг Нового Завета, католическая – 45 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. И когда многие цитируют Библию, то они берут за основу либо синодальную, либо вульгат. Только потому, что их тиражом больше, церкви их тоже, соответственно, больше. Всего лишь. Но ведь есть и другие древние средневековые переводы Библии, коими пользуется та же, например, Англиканская церковь, часть католиков, протестантов. А это тоже огромный пласт христианства, и их Библии также авторитетны. Например, один из древнейших переводов – это армянский, это 432 год. И, как пишет историк религии Роберт Томсон, армянский перевод был началом грузинского перевода, и только потом скорректирован под греческий. Есть переводы средневековые, Вильяма Тиндейла, Женевская Библия имеется, Иерусалимская Библия. Иерусалимская Библия, скажем, короля Якова, 1611 год. Она одна из популярных, и над ней работали 47 лучших переводчиков, членов англиканской церкви. Источником для этого перевода Нового Завета, как и для большинства других английских переводов того времени, Ветхий Завет также переводили с еврита и арамейского масоретских текстов, то есть с оригинал. И вот здесь, когда мы находим в Библии главу 37 Исаии, стих 38, мы читаем. Тогда Синокерип, царь Ассирии, снял лагерь и ушел. Он возвратился домой и жил в Неневе. Однажды, когда он поклонялся в храме своего бога Несроха, его сыновья Атрамелех и Сарайцер поразили его мечом и бежали в Армению. А Ахарсадон, его сын, стал царем вместо него. Есть и в других переводах Библии упоминания в этой главе об Армении. И не только упоминания, но и в картах она приводится. Например, в Библии Томсона, широко популярной в западном полушарии, Библия иллюстрирована теми царствами, где происходили события Ветхого и Нового Завета. И тут везде можно рассмотреть Армению как крайнюю точку на периферии библейских событий. А как в синодальном переводе, часто используемом в Ульгате, звучит этот стих из Исаии, спросите вы? Ну, конечно же, я также отвечу. Все просто. Авторы синодального перевода назвали Армению просто Араратским царством. Это если вы заглянете в ту главу, где написано конкретно об Армении, то, что я вам показывал. Как видите, никакой отсебять. Все из независимых источников. А если кто-то сомневается в любых моих выпусках, то это говорит только о небольшом IQ, который не дает покоя Алиевским пропагандистам, завистникам и прочим любителям черной икры с запахом нефтью и солью под названием арменофобия. Выпуск о нашей Святой Земле я еще обязательно сделаю совсем скоро. И вы поймете, что святая она не на словах, а на делах ее. Дети которой творили по всей земле этой грешной и дарили свет. Даже в тех домах нынешних, где сейчас взращивают эту арменофобию и проживают наши враги. Не пропускайте антитопор. Подписывайтесь на антитопор. Подписывайте других и хоть иногда помогайте донатами, если уж вам эти календари не интересны. Я работаю для вас и во благо вас и ваших потомков. До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!